Тоже, всем снова привет, с вами по-прежнему Оки, и мы продолжаем встретить с вами сегодняшний фасткап. Веридас против команды Team Life, у нас сегодня, по-прежнему, в 1-4, ну и по бана-пикам. Гирокоптер, Виндрейнджер, собственно, уже у Веридас набраны, ну и также Team Life себе забрали пока что парочку суппортов, это Ринфротектор и Бэйн. В принципе, довольно-таки неплохо, то есть, опять же, уже можно куда-то выходить, пытаться кого-то ловить, ту же ВР-ку, вроде бы, можно фокусить. Да и, в принципе, против Гирокоптера тоже весьма неплохо, то есть, просто ловим его Финс Грипп, не отпускаем, потом еще, в принципе, Фебролс есть. То есть, уже, вроде бы, контроля набрано реально много для Team Life, ну вот, поглядим, чем они собираются траться, собственно, кого они возьмут в противовес Гирокоптеру, кем они будут убивать. Ну или тоже просто будет какой-нибудь агрессивный файт, задавить там с минут 20, хотя, вроде бы, под пуш пока что ничего нету, а суппорты набраны. И, вроде бы, слишком с ними сильно не попуш. Посмотрим. Баны, в принципе, дефолтные, это, опять же, First Ban Лишрак, Pin of Pain and Dying, но дальше там уже, в принципе, ребята, просто банят каждый сам то, что не хочет видеть, собственно, против себя. Это Сикер, Леон, ну и сейчас еще кто-нибудь отправится в бан. Поглядим, конечно, как пойдет, у нас ПЛ отправляется, кстати, в бан против Гирокоптера, но это, в принципе, уже понятные дефолтные тем вещи, то есть, опять же, есть Гирокоптер, отправляем в бан Фантом Лансера. Типа прямая контра. Хотя, как посмотреть, то есть, тут, прям, стопроцентного варианта контроля нету. Все зависит от множества моментов в игре, которые просто могут перернуть все с ног на голову. Ну что ж, четвертый бан. Тим Лайф. В Интренжер, в принципе, проблема, на самом деле, довольно-таки большая, даже не считая того, что есть Гирокоптер. То есть, просто набрать еще парочку суппортов, тут же, в принципе, Вингу, ну, Бэйн бы им просто вообще идеально, на мой взгляд, смотрелся, но, опять же, какой-нибудь Дизруктор, либо Шейкер, почему бы и нет. То есть, тоже, в принципе, побольше контроля, побольше станов, фокуса по цели, ну, и ВОЕ, в принципе, тоже покидать что-нибудь, хотелось бы, именно, в кулдаун Гирокоптера. Залетаем, нажимаем кнопки, побеждаем. Полторы минуты. Надо побыстрее определяться. Ну, в принципе, опять же, в Харлайн кого-нибудь Бристлбэка, либо что-то подобное взять сейчас, думаю, можно, а вот потом уже, собственно, отталкиваться дальше от того, что там наберет себе противник. Последнего кори героя лучше ставить, конечно, на потом. Потому что, на самом деле, еще даже непонятно, собственно, куда пойдет команда Веридас, то есть, это, возможно, какой-нибудь Гирокоптер, целая легкая и просто агрессивная тепла. Но выявляется Феникс. Выявляется у нас здесь Феникс, и, в принципе, это уже становится довольно-таки веселым. Я прежнему вспоминаю, собственно, вчерашнюю игру с Фениксом Эндайнгом. Было реально круто, но, к сожалению, сами ребята отправили его в бан. Ну, это Хардлайнер, это, конечно же, Хардлайнер, так что, в принципе, довольно-таки неплохо. То есть, опять же, мобильный, Карус, Файер Спириты, Супернова. Вроде бы, пока смотрится, ну, более-менее нормально. Хотя, опять же, Виндрейнджер, Фокус Файер и Супернова очень быстро ломается. В этом есть небольшой недостаток. Ну, и вот он, собственно, то, о чем я говорил, Дезруктор у нас появляется в наборе. Хороший обычный дефолтный суппорт. То есть, опять же, можно глимснуть того же Феникса, либо Бэйна там как-нибудь закрыть, дать поражать какие-то определенные ультимативные способности. То есть, просто суппорт сам по себе довольно-таки неплох. Он не слишком хорош именно в плане потенциала в ганге, там, в плане выхода из лесов, кого-то ловить. И, в принципе, не слишком-то боевое. Но, в драке 5 на 5, все просто незаменим, на мой взгляд. Просто ультимейт, просто глимс. Очень противная штука. Ну, и когда тик-силд, конечно же, закрывающий просто все. Отца прикольно. Мини-загончик вражеской команды. 30 секунд, осталось все. Ну, надо что-то с БКБшкой, это уж точно. Да, вот, в принципе, Джиггернаут, ну, более-менее неплохой антирой. То есть, опять же, вроде бы, есть Блэйдфурии, как-никак, но БКБ. И хил. Ну, опять же, против Герокоптера, в фомни-слэш. Огромное количество иллюзий, сумонов, еще чего-нибудь. То, что в теории реально может появиться у команды Веридас еще. Но... Немного не то, мне кажется, это все-таки. Надо было брать что-то поплотнее. Но, опять же, какая-нибудь Фантомочка, Свен. Мне нравится больше всего против Герокоптера, на самом деле. Потому что он просто очень больно бьет. Это криты по полторы-две тысячи потом в лейтгейме. То есть, у нас вот была, по-моему, вчера или позавчера карта, как раз-таки. Которую я тоже постоянно сейчас вспоминаю. Потому что шанс выиграть против 600-го Герокоптера реально был у этого Свена. Что он там делал, в принципе, уже не важно. Как он, собственно, перемещался в драке и все остальное. Но факт стадется фактом. Что он реально может убить 600-го Герокоптера с Сатаником. Это самое главное. Но то ли это Вич-Доктор. Опять же, просто хороший дефолтный суппорт. Драка 5 на 5. Дезвард. Маледикт. Каски. Немного хила. Все круто. Все реально круто. Ну и последняя стадия банов. Не хватает все-таки Харлайнера команды Виридас. Начали отправить в банк Вайпера. Ну, такое на самом деле. Хотя... Опять же, по Джиггернауту, против Герокоптера... Неплохо. Довольно-таки неплохо это все дело смотрится. Ну и последний пик. Время немного. Надо как-то побыстрее немного определяться. Но не хватает миниров. В принципе, опять же, какой-нибудь пак... Смотрелся весьма неплохо. То есть, тут, в принципе, кто первый ворвался, тот и победил. И желательно какой-нибудь быстрый соло-минус с помощью Джиггернаута. Он не слэша. Как-то пытаться было бы сделать. Но вот Брюмастер у нас здесь появляется. В мид, скорее всего. Против Виндрэнджер. В целом, конечно, неплохо. Но просто один какой-нибудь Статик Шторм. И Брюмастер уже, собственно, будет без Прэмал Сплита. Без Ультимейта. И драка пойдет совсем по другому сценарию. И это может задать небольшую такую злую шутку с командой Тин Лайф. То есть, об этом постоянно придется думать. С паком в этом деле попроще. Он более мобильный. В принципе, и как-то спллов у него в ООЕ побольше. То есть, как-то поймать в Дримскуэл. Там Супернова, Овергроуз. Потому что в ООЕ контроля вроде бы на самом деле много. И просто как-то еще дополнить всю эту картину немного магическим дэмэджем. Было бы славно. Но опять же, Брюмастер вроде бы много контроля. Постоянные ветра. Постоянные камни. Ну и пока три цели убивать неудобно. Хотя в лид-гейме его панды на самом деле убиваются даже проще, чем, собственно, сам цельный Брюмастер. Гирокоптер, Флэккэнон. Разлетается моментально. 30 секунд. Ну, я по-прежнему склоняюсь к какому-нибудь хорошему хардлайнеру типа Бристлбека либо Кентавра. То есть, опять же, просто инициация. Блинк, стан, шекл, повершот, блинк, какой-нибудь Маледикт типа того. Быстро ловим ВВМ. Не даем нажимать кнопки. Не выпуская спрокаст. Снайпер. Странно, немного герой, но против Феникса, в принципе, как на мой взгляд. То есть, опять же, будет, наверное, какой-нибудь снайпер с мамочком, просто... Который будет сразу фокусить, собственно, эту Супернову. Поглядим, как это все получится. Тут разбор еще своих героев пока что идет. Как обычно, это делается долго. Надо все продумать, кто куда. Тут, в принципе, даже остановка по линиям еще весьма какие-то сюрпризы может предоставить. Ну, просто у ВВА тут снайпер. И он все в корне меняет. Я никогда не исключаю вариант с агрессивной триплой. Поэтому, в принципе, в теории, с кембрюмастером можно было бы попробовать. Хотя, штука весьма рискованная. Здесь нет таких прям точечных убиваторов, чтобы прям просто идти и давить линию. Был бы вайпер, было бы все абсолютно по-другому. Но вайпер краски отправили в бан, и поэтому, увы, но нет. Так, ну, худики вроде есть, все вроде стоит. Я вчера забыл рамку выключить по таймингу, и сейчас стыдно мне по-прежнему за тот случай. Не знаю, что за паузу, там, секунду попросили ребят, и Бэйн отключается. Ну, такой себе, на самом деле, хотя вот... Не, Бэйн здесь, в принципе, очень важная, на самом деле, фигура. То есть, через него может настроить какую-нибудь агрессию. Даже в мид-линии, вроде бы, как-то попытаться поймать, на самом деле, можно. То есть, просто сом, потом семечко, огромное количество замедлений. Ну, и в миде, там, тот же Брюмастер просто клапает, и будет трудно. Хотя, Верка, подруга такая весьма мобильная, все-таки есть твентран, просто нажимаем и бежим. Поэтому надо будет ее ловить именно на ошибках. А только потом уже пытаться как-то убивать, разводить. И делать с ней всякие непотребные вещи. Айсдок. Не хочет возвращаться на карту? Мне, по-моему, камера не двигается, не, не снимает. Это ощущение, что она слишком быстро дергается. Ну, да ладно. Ну, я не знаю, какие там у него проблемы. То есть, постоянно такое происходит, постоянно, кто-то раз, переподключается, отключается. Это, собственно, особенно, если игра, там, заходит за мину 60, то, если, там, встать паузу, кто-нибудь, там, door, phone, или еще какие-нибудь дефолтные коворки, ну, вроде бы, перезаходят. Ну, вроде бы, перезаходят. Ну, кстати, Феникс в Хардлайне против триплы, собственно, с Вишдоктором, Дизруктором и Гирокоптором смотрится неплохо. То есть, опять же, там, первый-вторый уровень у Дизрукторов вроде бы будет, но, по словам, там, не все так просто. И, там, получить Гримс хотя бы третьего-четвертого уровня, это трудно. То есть, Феникса поймать будет непросто. И, пока что, он-то может получать пока свои шестые лавла, кинь, транквилы, дефолтные выносить. Ну, а там уже, собственно, пойдет совсем другая дота, пять на пять, браки, перемещения, геймс и прочее. Да хватит моргать, ну, серьезно. Пожалуйста, перестаньте. Те, астане, не хочешь никуда идти. Ну, хоть и надо. Хотя надо. Ну, не собираются никуда выходить, просто потихоньку разбегаются по своим линиям. Здесь же ребята собираются пятером. Попытка, видимо, прям основательно отжать нижнюю руну, ну, и при возможности какой-нибудь Ферстблат халявный поймать. Это здесь сделать можно, причем очень просто. Опять же, есть шеклшот, павершот, шарнели, каски, ракеты, роки-паражи, глимпсы. Все, что душа угодно. Ну, и кстати, интересно, довольно-таки момент. Первый идет именно джекернаут, а значит, его ловить не так просто. Заходят, поставили вард, очень неплохо, привязка не вышла. Ну, и он просто убегает, его глимпсуют, отлично. Ну, и вот так вот просто-напросто отжимают верхнюю руну, нижнюю руну, ну, и больше спавны параллельно. Зря времени не теряют. Ну, опять же, заставили джекернаута прокачать Блэйдфури. Потратили ману, развели. Силочек там у него на монополу нету. Не Синессия халява. Руну верхнюю просто не забрали, и сейчас идет ВР, получает еще лишних 100 голды. Это почти что, ну, и полуровня. Это слишком халявный буст. Да, да, да. И отправляться на верхнюю линию, стоять, собственно, в соло. Вмину он будет стоять герокоптер, немного необычно, на самом деле. Лайн-Арм здесь у ребят, но вот то, о чем я и говорил. Агрессивный триплан. Хотя, немножко специфически она смотрится именно со снайпером. Но, опять же, там есть Шрапнейли. То есть, видимо, ребята сейчас играть именно на замедлениях, на контроле. Не знаю, посмотрим. Все-таки пару ловлов сначала, как мне кажется, получить здесь обязательно надо. Ну, только потом уже пытаться выходить. Полено, полено, это ненормально. Каски пошли, они улетают. Там есть Шрапнейли, есть Глимс. Что он сделал? Это просто халявный Ферзблат-суппорту, который сейчас купит себе какой-нибудь тапок и будет просто бегать, как сумасшедший. Зачем вышел, непонятно. Турш, собственно, ставит себе ворды, обеспечивает себя виженом на вражеской половине леса. Ну и вот так вот потихоньку начинают доминировать. Сейчас вышка переагрится, там пошли драки, каски от крипов, обратно. Но надо бы его разбудить, конечно, к сожалению, некому. Но вот так вот и не могут ловить. Жаль, Глимс имеет очень длительный култаун. А так, конечно, без проблем. Айсдог. Шрапнейли, в принципе, как была неприятна, так и осталась. Да, это немножко пофиксили, но в целом Снайпер, как был убивцем в лейтгейме, так и остался. Шрапнейли также имеет замедлений и также три штуки. Поэтому игру, в принципе, ну, конечно, потерялся в актуальность, но не настолько, чтобы прям совсем про него забыть. Мне вот позиционка очень нравится, опять же, у команды ТЛ сейчас. Как-то они слишком разбито себя чувствуют. У, видишь, доктор, огромные проблемы, его сейчас просто-напросто закроют здесь Бэйн. Нет, серьезно, пошел в слип. Тут же, собственно, его разбудили, надо бежать. Водорестрающина нет, кинем-то касте что-нибудь, ну почему? Собственно, был прокачан Ливен Армор, который почему-то даже на себя не был тогда повешен. Пока что есть небольшие претензии к этой трипле. Ну и это, в принципе, должно было действовать именно так. Немного не изморалить, путать и как-то в один замешательство противника. Но, опять же, ранжевой снайпер против миличного карри 4-наута, это, конечно, не совсем круто. Но, тем временем, у нас еще есть другие линии, на самом деле. Тут у нас ВР-очек стоит против Феникса. И, ну, особых проблем, конечно, это не составляет. Для ВР-ки просто перешотиком стоим, добиваемся, собираемся потихоньку в кэрри, и вроде бы все нормально. В миде также, собственно, бремастер против герокоптера, но вот тут немножко ситуация разнится. Пока что бремастер слегка посвободен на этой линии. Там есть ракета, которая уже в качестве на второй уровень пошла. Пивасик. Но Рокет Бараш, в принципе, вмесать не будет. Так что приходится отходить и получать ракету в лицо. Структер бегает. Непонятно, чем занимается Лич Си. Тут же Сон. Ну, как-то немножко не собрано действуют ребята. То есть, опять же, пошел, собственно, в УД Ресторейшн. Тут же Ливен Армор. И он, скорее всего, выживет. Также отлично просто закрывают здесь двоих. Отлично, говорит, Филд, Касочки. И Плиз точно здесь погибнет. Ну и Байна тоже не отпустят. Это огромный недостаток. Претензии, опять же, вот к этому поленоголовому парню. Вот. Он моргает. Он понимает, что дело именно в нем. Вот. Здесь правильно читаю Ник. То есть, опять же, Лич Сид был повешен на парня. Вот этого. На снайпера. Во сне был Лич Доктор. Что происходило? Тем более, Лич Семечка повесилась раньше, чем Сон. То есть, опять же, просто была команда нападаем. А на кого? Не сказано. И, типа, вот. Что произошло? Почему ты сюда, я туда? 0-3 в итоге, счет на четвертой минуте. И, опять же, пока что все хорошо у команды Веридас. Ну, вот, Тейла надо собраться. Потому что начало уж совсем не очень. Опять же, по КС-сикам у Джиггернаута просто полная отсутствие фарма на карте. 5 крипов, в то время как у Снайпера 12. Ну, и также, в принципе, старается как-то более-менее держать линию, добирать своих крипов по возможности. Ну, в целом, все неплохо. В целом, все неплохо. Только вот киркоптеру немного бы подтянуться. Опять же, в принципе, тут очень близко бегут с порт Кеншинтом. Завернуть на 20-30 секунд, стакануть и пойти дальше, в принципе, на лейну к Снайперу. То есть, просто как-то пополезнее использовать огромное количество времени, которое тебе предоставлено на этой карте. Используйся и проводить время. Айсберг, каски, что происходит? Опять огромные проблемы. Айсберг, айсберг, там всем просто пофигу на семечку. Сто он, собственно, пошел в Wood Restoration. Ливенормор, ну, весь доктор точно выживет. А вот хвост, вряд ли. Есть шрапнель, есть еще пару подач. 0-4. Да ладно, еще айсберг оглемсуют. Даблкил для дизруктора. Джиггернаут. Адвижи, джиггернатик фил. Это просто провал. Это полный разгром. Это 0-6 уже, в принципе, сейчас. То есть, каждый раз, когда ребята предпринимают какую-нибудь попытку попасть, собственно, на эту, напасть на агрессивную триплу, тут же получают кучу просто беды на голову. 0-6, собственно, fight recap в 1000 плюс по золоту, полтысячи по опыту. Ну и на пятой минуте уже можно, думаю, даже графики посмотреть, потому что там 4000 преимущества по золоту команды Veridas, ну и также 3000 по опыту. Да. Феникс. Феникс стоит против VR-ки, хотя VR-ка вроде бы довольно-таки неплохо. Опять же, его обходит в плане крипстата. 24 против 13. Ну, она сейчас просто запускной вариант, потому что гирокоптер гоняет Люсфер. Ну, просто пивасик, кулдауном не добил, мало не так много, просто шугает его на самом деле. Ну, теперь, в принципе, претензий к нему абсолютно нет. Вырвался на 10 крипов вперед, собственно, здесь у нас дузи, и поэтому... Ну, то есть, занимают лидирующие позиции теперь просто все три-лайн у команды Veridas. Вот, дизруктар, глим, второго левела. Ну, сейчас просто его вернут и убьют, на самом деле, вообще никакая не проблема. Действительно, он себе поставил, там гирокоптер добил Брюсмут, демастера в миде. Это... мрак какой-то, на самом деле, просто невозможно, хотя же гирнаут, очередной вудок, рестерейшн, снайпер наваливает Бахвуду, фиш-доктор, пытается жить, и, скорее всего, на самом деле, выживет. Там снайпер просто стоит сзади и потихоньку наваливает, шрапнелька есть, ну, и глимс сейчас будет. Его не отпустят на улицу ночи, но, к сожалению, все отлично видно. Беда, просто беда, 08. То есть, вроде бы, говорилось, что пик хороший, но снайпер немного не к месту. В итоге, такая немного неожиданная задумка приносит ребятам пока что победу. Как минимум на лайне. То есть, опять же, очень неплохой буст, там уже почти аквилка есть у снайпера, фейзы, почти 100 урона. Просто так, там в миде, брюмастер, в плейма сплите, за гирокоптером. Ну, его довольно-таки трудно убить, опять же, перетягивается в Вич-доктор, то есть, если буду рестерейшн, кинетик филд, камень в голову сейчас должен взять второй раз и попытаться добивать, иначе это огромная проблема. Панду добивать ни в коем случае нельзя. Ну, ладно, пытались все-таки его спасти, почему гирокоптер пошел туда, немного не ясно. Опять же, неплохой глинз, пытается добить ручки, мана на клэп нету, банка отбиться не представляется возможным. Но летит ракета, летит кулдаун, и все плохо у Люцифера. Сейчас к нему пролетит ракета четвертого левела, ну и просто лопнет. 0-9. Любая попытка куда-то выйти просекается просто на корню. В своевременной реакции, в своевременные телепорты пока без претензий. Ну вот Феникс, в игре его пока что не было. Он вынес свой там шестой, седьмой уровень и пытается какую-то пользу принести, хотя бы фраг престижа оформить. Получится? Сейчас увидим. Ну, снайпер, скорее всего, на самом деле поймали. Сейчас Fire Spirit и Carls Dive, Supernova, либо какой-нибудь Томни Слэш. Да, да. Увы, но снайпера здесь забирают. Причем забирают именно Джернаут. Нам просто, опять же, не было телепортов. Все было на кулдаунах. Кто-то с базы летел, кто-то как-то все-таки на базу улетал. В принципе, выход неплохой. Руну украли, пытаются как-то за... Ну, вот, проще было воткнуться, когда у тебя был ливен армор. Все-таки получил бы намного меньше урона, не 500. Там с учетом армора и, в принципе, еще там много всякой радости. Ну, 450 дек точно. Фельдсо пролетело. Ну и что, снова трипла в сборе. На верхней линии. Джернаут просто стоит у него в три блэйд фурии и пока он только пятого уровня, снайпер-то уже шестое имеет. Ассасинейт у него готов к драке. Также есть Морбид маска. То есть, в принципе, лайфстил тоже уже никакой он все-таки имеется. Вич-доктор. Так, рискованно выходит, на самом деле. Как будто вообще ничего на карте не боится. Ну, наверное, все-таки так и есть. Пока затеишь, я пока слишком уж как-то скованно начали действовать Теллы и никуда не выходят. Слишком все как-то сковано у них в плане перемещений по карте, но они все равно занимаются тем, чем реально должны. У ВР-чки уже почти есть деньги на Блиндаггер. Я надеюсь, что именно он сейчас у нас и появится. Но тут уже тем временем перемещение. Герокоптер. Также тут пошли каски. Кого-то поймали. Как он успел умереть? Просто ужас. Просто тихий ужас. Тут уже герокоптер. Пошел хуминг-миссл. Его здесь точно найдут. Айсберг. Точнее, из Дока. Айсберг это другой игрок. Не из другой команды. Но в итоге Курьер, 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 Курьер. Катапульта 20 КП у него остается. Опять же, он свою сдачу выполнил. Он принес во вражеский тыл наверху топ ВР-ка. Огромные проблемы. Виндран кончился. Она до кого-нибудь привязать либо что-нибудь сделать, но она купила Блиндаггер. И ее смерть, в принципе, абсолютно ничего не дает. Золото она не теряет. Но тут, ребята, пока тем временем размениваются просто в вышку. Боже, это какой кошмар. Ассинейд. Каски залетают. Вижена нет. Просто нету Вижена. Так бы добили, конечно. Там кого-то глимсуют. Дизгруптор пытается жить. Дишгернаут за ним гонится. Но он как раз таки воткнется именно в этот Кенедик Филд, и поэтому Дизгруптор будет жить. Омни и Слэша нету. А теперь на завороте. Очень хорошо здесь обходит. Дизгруптор, а здесь лейкасочки. Ломает ему, собственно, Хелинг Вард. Но здесь его никуда не отпускают. Хотя Феникс, отличная Супернова, сейчас должна поставиться. Но тут же ставится Кенедик Шторм, и... Огромные проблемы. Там снайпер продолжает потихоньку наваливать. И вообще снайпер. Вот он, собственно, пытается разбить Супернову. Тут же Бэйн и Виндрейнджер мстит за свою смерть. Он соло сломал Супернову? Такое вообще возможно на таком уровне без Момо, без всего? Это же просто какой-то полный мрак. Фокус Файер, сейчас будет еще по вершоте. Крипам не отдаться. Это очень трудно. Ну, летит ракетка. Ну, это просто в никуда. За ним все летит, абсолютно. О, дерево. Привет. Ну, просто привязка. Она сейчас точно должна связаться. Тут огромная тонна деревьев. 14-15. Просто без комментариев. Это разнос. Ну, к тому же, у снайпера 2000, и у геркоптера почти есть барбаны. У Верки там блинг, и только-только после покупки, собственно, уже 900 манит сверху. Офравляет их на тут же два фрага. Все просто нереально круто. Даже без стендерстрайка играет Дизруптор. Пока что не качал. Не докачал, собственно, Глимс на четвертый уровень, но обязательно это сделаем. Пытаются ее как-нибудь поймать, подцепить. Ну, у нее блинг. У нее вообще-то вообще невозможно как-нибудь зацепить, особенно с физухи, если у нее какой-нибудь джиггернаут. Невозможно. Попыковать и в мид. Ну, она в теории может быть неплохой, но у Бэйна нет шестого уровня, а значит, без финсгриппа ловить кого-нибудь гирокоптера, ну, практически невозможно. Просто будет Глимс, либо какая-нибудь привязка, либо еще что-нибудь. Тут же моментально все это собьется. Да и даже слипать особо смысла здесь нет. Нет прокаста, за который можно было бы убить быстро. Ну, даже суппорт, на самом деле. Вышку сломали. Потихоньку, потихоньку, ну, уже снайпер, собственно, обрастает момом, почистит у него есть яша, и барабаны покупаются у гирокоптера. Все-таки потихоньку выходит именно в пуш, в драки, нон-стопом. Это, на мой взгляд, довольно-таки правильное решение. Ну, если есть возможность выбоить противника прямо сейчас, это надо делать, и нет смысла ждать, дофармливать. Если ты уверен, и противник реально показывает тебе, что ты, типа, уверен. Ну, это странный довольно-таки гудгейм, но, опять же, отличнейший просто шоколшот кулдаун, и просто все туда, минус 3, гирокоптер, вещдоктор, всем по фрагу, по одного набрата. Это странная, на самом деле, игра, 13 миг гудгейм, влплей, 4-18, графики смотреть вообще не имеет никакого значения, 10 тысяч преимуществ по золоту, чуть больше 5 по опыту. Ну, это, скорее всего, все-таки какой-нибудь фейк гудгейм, ребята продолжат играть, такое частенько бывает. Вчера на 10-й минуте написала Медуза, а в итоге играли еще, по-моему, 20, уже сливнувшими двумя игроками. Ну, такое сейчас, с таким набором героев, с таким набором артефактов, они могут просто зайти, в принципе, потихоньку, но до трона. Если не торопиться. Но, опять же, если грамотка все заканчивает, то это, опять же, ломать линейку Тир-1 таверов, Тир-2 таверов, забирать Рошана, ну и потом, конечно же, заходить на хайграунд. Отвесли грамот. Ну, отрин протектор. Потихоньку пытается, видимо, уже в Солокит артефакт себе выфармливать. Ну, догонимо, здесь ему, конечно, вряд ли удастся дожить, потому что все уж слишком как-то грустно и печально у него здесь. Продолжение следует... Так, у нас тут продолжается, собственно, разнос по карте. Сейчас еще поймают Феникса. Вряд ли он успеет уйти. Тут привязка, к нему улетит ракета. Ну, отрин протектор фармит. Он же просто, собственно, оставил свою команду полностью в покое и решил сам собирать себе соло-аганим на нижней линии. Ну, вот здесь потихоньку продолжается пуш. Забудут, собственно, взламывать кирово-тайвер. Привязка, да ладно, как она вообще... Ну, просто некоторые шекл-шоты, они реально смущают. Умудрился он вылететь, но... Ненадолго. Тут же еще и кулдаун, по айсбергу немного не достает. Тут же, собственно, летит ракетка. Ну, слип это такое дело, его все равно заберут. Там есть истинейт, шекл, ракета. Все реально просто. Прямал сплей в Брюмайстер пытается забрать хотя бы Вич-доктора. Ну, вот, собственно, то, чем я и говорил. На самом деле, его панды разваливаются как-то нельзя просто. И это самая большая ошибка. Ну, еще один гудгейм был плей. Ну, можно еще написать про раз, но если команда отменяет, в принципе, все ничего не будет. Парфа и спиритов за слипали, собственно, ВР-ку. Также пытаются брейдсапить, но пришло немножко потанчить. Там тюрем не Феникса. Просто уничтожают. Ассасинейт, по птичке сбито. А нет, смотри-ка, пока не живет. Точнее, пока живет. Куда он по ней не попал, но и герокоптер вынужден отлетать. Ну, снайпер своим делом занимается. У него есть вижн, огромный рейншитаки, но решили все-таки немного дойти и похилиться. Ну, да, надо опять же отпушить линии и, в принципе, ну, на хайграунд уже можно заходить. Как я уже говорил, артефакты все абсолютно для этого есть у команды. слип герокоптера. Ну, вот, а почему нельзя его просто финскрипнуть и убить? Зачем взять... Я просто горю с этого Бэйна, я горю с этим суппортов команды Тейл, это просто какой-то полный мрак. Опять же, снайпера они здесь заберут, потому что с разворота будет ломать супернову. Но он ее убил. Он ее убил. Джиггернаут, первому мне слэш за игру в которую он может дать, и он убивает наконец-то Хиддизруптора, но дальше убивают его. Часть 24. Все плохо. Привязка отличная. Ну, нет, конечно, же не фокус файра, но зато есть ракета, овергроуз, и вот убьет ракета. Да, еще и кулдаун. Все просто. Все очень просто. Ну, там уже все пытаются написать гудгейм, но тренпротектор, видимо, хочет играть. Не знаю. Да, да. Все, наконец-таки трон падает. игра не игра, на самом деле. Это сложно назвать игрой. То есть 18-19 минут потребовалось вообще, в принципе, чтобы трон упал. Игра пошла провально с самого начала. То есть, собственно, сразу же с выходом крипов. Первый ферстблат на тренпротекторе, который просто выходит непонятно куда. Ну и опять же, просто какой-то мискоммуникейшн, как это обычно сейчас принято называть в команде. Просто не было никакой абсолютно договоренности. Выходили, кидали кнопки во всех подряд. Конечно же, понятное дело, никого не убивали. Но вырядос, красавчики. Взяли противника, не отпустили, довели до конца. И будут играть в полуфинале. Там противник, наверное, уже должен быть, хотя по времени вроде как бы пора. Да, да, есть противник, собственно, русской команде МТРР. Такое у них название. Без расшифровки аббревиатуры. Ну, 5-10 минут и ворвемся на вторую карту сегодняшнего. фасткапа это полуфинал. Совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok